Но сына Гематова родилась на Урале в татарской семье. С детства она хотела стать хирургом, однако позже все мысли девочки стали занимать мечты о полетах. Она твердо решила стать летчицей и убежала из дома в аэропорт. Сбежала из дома почти в 14-15 лет, ближе к аэропорту Кольцово, ближе к самолетам. Но здесь ее судьба резко изменилась. И вот однажды в этом аэропорту Кольцово проходит спартакиада, 10 аэропортов Уральского управления. И я выигрываю 6-6 медалей. С этого началась ее жизнь в спорте и карьера легкоатлетки. И в этот же год идет спартакиада СССР среди студентов. И я попадаю в команду. В Киев. Мемориал братьев Знамецких. Я неведома, никому неизвестная. Только проигрываю. Олимпийской чемпионки Брагиной. Пробегаю второй. Видя успехи молодой девушки, тренеры настаивали на том, чтобы она начала серьезно заниматься легкой атлетикой. Насыма оказалась в Киеве, где тренировалась вместе с известными советскими спортсменами. Я год потренировала, меня потренировали с чемпионкой СССР, олимпийской сборной. В общем, мне, короче, порочили большое будущее. Несмотря на то, что ей не удалось попасть на Олимпийские игры, Насыма смогла стать чемпионкой СССР. Меня убирает как соперницу. Это когда, допустим, по городу, по Украине могут сто человек везти. А на Олимпиаду же не могут повезти сто человек. Спортивный талант передался от дедушки, убежденной героиня нашего сюжета. За время своей карьеры она смогла несколько раз стать чемпионкой СССР и выиграть множество других турниров. А в кого мы пошли? Дед мой был. Дед мой. Насредин. Лошадиные скачки. Знаете такие? Он выигрывал. Как только приезжает, забантует, спрашивает, на среднем есть обеспеченное первое место. Но мы, видимо, пошли с брата в деда. Несмотря на то, что родилась на Урале и воспитывалась в спорте в Киеве, Насыма Юдашина никогда не забывала о своих корнях и культуре. Я свой язык люблю. Я его никогда не забывала. Хотя я из дома уехала 15 лет к самолетам. У меня были кругом русские. Где жила, где работала, где занималась, где училась. Но свой язык я никуда не забывала. Более того, она и сейчас помнит о том, кто она по происхождению. Когда прихожу в мечеть или на кладбище до мамы, слушаю, что там уже пожилые на русском языке, я с ними чуть ли не ругаюсь. Я говорю, давайте говорить на своем языке. Она и сейчас хорошо знает, кому обязана победами на спортивных площадках. Этим победам я обязана в первую очередь Богу. Сейчас на склоне лет Насыма Юдашина Гематова часто повторяет, что вера – это то, что является стержнем человека. Я считаю, самый главный смысл в жизни, чтобы у тебя был Бог в душе. Сколько у него проповедей, заповедей. У нас Бог единый. Я так повторяю, это все говорят. Не важно, какой ты национальности. У нас Бог единый. Деревер Саид Ахметов, Денис Хахалин, Евгений Ладик, канал Олив Украина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова